Первый вопрос вот такой, этот вопрос нам часто задают, потом уже остальные вопросы я как бы для себя сделал памятки, буду читать. И я вам скажу, вот такой вопрос нам задают, что зачем армянам, Армении и вообще Ирбанскому государственному инвестиции факультет, в иранистике факультет талышеведения, да, так скажем, по талышской языку, талышской истории, талышской культуры. И армяне этим фактором используют талышевые. Я вот хотел бы, чтобы вы ответили нам на этот вопрос. Ну, во-первых, талышский язык это очень древний иранский язык, и иранистика без талышского языка, без талышеведения фактически будет недостаточной. Талышский является одним из ключей иранской цивилизации, если учесть тот факт, что талыши являются одними из потомков медийцев. То есть государство, которое было создано на территории иранского плато, первое государство, Мидия, фактически оставило для нас в культурном, историческом и географическом плане талышей и талышистам. То есть, если мы посмотрим на историю Мидии, то это государство состояло из двух основных частей, так называемой Малой Мидии и Великой Мидии. Малая Мидия включала в себя те территории, на которых сейчас проживают талыши, то есть Атропотену в очень широком смысле этого слова. Атропотену и Прикаспийские области. И в этом плане изучение талышского языка, талышской культуры, талышской истории, этнографии талышей является очень важным направлением для современной иранистики. Ереванский государственный университет, являясь одним из важных центров изучения иранских народов и иранских языков, не мог позволить себе такую роскошь, чтобы не заниматься изучением великой культуры талышского народа, языком талышей, историей талышей. И есть еще очень важный момент. Фактически на территории Южного Кавказа мы имеем всего несколько ираноязычных народов. И важнейшим из них, я думаю, является талышский народ. Наряду с талышскими мы изучаем у нас в Ириванском государственном университете также такие иранские народы, как осетины, таты или кавказские персы, курды. И в этом плане талыши являются одним из основных объектов научного академического интереса нашей иронистики.